всем привет столкнулся с такой проблемкой на своем рейсмусе рейсмус белмашевский 2200 3 ножевой с гранитным столом видимо поймал саморез может быть гвозди какой-то хотя обычно использую только свежую как бы новую древесину глушно не пользуюсь но все равно где-то что-то поймал и начала полоска оставаться после обработки такой вот рейсмус работает он всегда у меня в паре со стружкоотсосом корвет корвет 64 такой корвет проблем нету коркан верт корвет 64 проблем забивания нету работаем только на сосне ничего ничего не делалось не модернизировалась как все заводок с коробки как поставил так и работает собирался только установить плавный пуск пуск пришел но так руки не дошли сделать хочу поменять ножи ножи поменять они двухсторонние заточки развернуть их получается для этого нужен быть стандартный набор такой который идет с ним шестигранник 4 миллиметра для этого я еще взял дополнительные такой же шестигранник это чтобы может быть где-то что-то не получится чтобы все было под рукой замерил диаметр 6 граничка 4 миллиметра и понадобится ветошь и растворитель 646 чтобы от смолы очищать для этого нам нужно опустить его в нижнее положение самое нижнее положение для доступа к этим болтикам четыре штуки первые четыре болтика откручиваем вот эти сзади два барашка откручиваем сам я делаю процедуру это впервые думаю ничего сложного здесь нету посмотрел на озоне ножи на данный рейсмус и был немножко в шоке он трехножевой рейсмус получается один нож стоит полторы тысячи что-то мне кажется это как-то завышенная цена не знаю ну что приступим откручиваем четыре бултика а а а Вот оно все равно здесь, здесь надо отмыть, смолой Ничего здесь не пилю, вот такие отверстия Все хорошо выдувает, ничего не забивает Вот такой фиксатор стоит Ножей обязательно нужно выключить с розетки Крутим, все заблокировался и начинаем откручивать нож Ого Затянуто хорошо Китайцы постарались Рейсмус белмаш сделан в Китае Написано на округовке Так Так, пластинку сняли Она у нас получается в одном положении только Здесь специальные выемки есть По другому ее не поставишь Ножи какие малюсенькие Вот такие узенькие ножи Заточить их уже не получится Вот заметно Еле-еле заметно Небольшой скольчик Сейчас помою, протру растворители Покажу На камеру может быть будет видно Небольшой Задир Небольшой скольчик И все И полоса идет Вот он Знаю на камеру будет видно нет Вот здесь вот Вообще Прям незначительное Ножи на вид Очень Острый Бриться можно Все тщательно Отмываем Растворителем С ножами будьте поаккуратнее Ножи очень острые Здесь все равно палец Немножко я себе порезал Надо либо в перчатках Либо Аккуратненько Растворитель хорошо отмывает смолу Так Измерим Чтобы Узнать В следующий раз Так Ширина Ширина 12 метров Длинная Толщина Толщина 1,5 Миллиметра 3 1,3 1,2 Где-то так Миллиметра Толщина Ширина 12 Длина Длинная Длина должна быть 330, даже чуть-чуть больше. Получается 33, 33,3 см длина, если вдруг кто будет заказывать. Они никак не регулируются, просто ставятся в два паза. Вот, у меня получается одного нету штифта, может быть как раз штифт и вылетел, надо будет на других посмотреть в ножах, получается только два крайних штифта здесь стоит, хотя нет, он не должен вылететь. Здесь штифта и не должно быть, здесь вот на этой пластине сделана шишечка такая для ножа, чтобы нож в ней устанавливался. Так, нож отмыт. Теперь непонятно, с какой стороны была рабочая поверхность, с какой нет. Так, вот он удар этот был. То есть, вот так ставится. Просто ставится в пазы, ничего не болтается, ничего не регулируется, все точно. Шата нету. Возоров нету. Так, только вот можно туда-сюда сбоку вот двигать. Примерно. Примерно ставим так, как остальные стоят с завода. Все устанавливаем эту планочку на место. Штифты сели и затягиваем. Правильнее, я думаю, начинать от середины к краю, как обычно. На двигателях головки прикручиваются. Сейчас сначала просто нажимите, а потом картину. для этого лучше использовать вот такой шестигран. Сначала посередине, а потом крайне. Сначала посередине, а потом крайне. Сначала нажимаем, проворачиваем, опускаем и до щелчка все заблокировалось. Такая фишка, как я понял, есть только на 2200 рейсмусе. Повторяем процедуру. Повторяем процедуру. Да, смолой, конечно, здесь много кто засрало, в принципе, как бы эта процедура. Вот ножи в смоле. Вот и на косичок видно его, вот здесь, мелкий-мелкий. Так, ну что ж, осталось заменить самый последний нож, третий. Два заменил, почистил, взял губочку, губку намочил ее в растворитель и туда запихал, чтобы отмокало. Там смолы надо отмыть смолу. Растворитель 646 хорошо с этим справляется, дешево и сердито. Как вы видите, замена очень простая, легкая, не надо никакого специального инструмента. Опытно, в первый раз делаю, все элементарно просто. Все просто. Вот он нож такой. Маленькая, небольшая зазубринка, вот она, еле-еле видно ее. А на дереве оставляют очень большую полоску, которую, конечно, можно сточить наждачкой. Хороший грейсмус, мне понравился. Выбирал долго его, думал купить себе DeWolf. Разница тогда была в цене, наверное, раз за два. Этот стоил 44, по-моему, тысячи или 42, что-то такое. DeWolf стоил 75. Их не было в России на тот момент. У нас, как обычно, то одно, то второе, то доллар скакал, то это. Вот купил этот Белмаш, не жалею. Ножи на зоне, на него продается один ножичек, вот такой, полторы тысячи. Что для меня кажется завышенной ценой. Но я не представляю, сколько будет стоить на DeWolf. Хотя DeWolf тоже, китайский. Как и Белмаш, белорусско-китайский. Так что, если бы у меня был бы выбор сейчас опять, что купить, DeWolf или Белмаш, я бы не задумывалась, купил опять этот же Белмаш. Проблем у меня никаких не приносил. Работает и работает. Установил все три ножа на место. Начал проворачивать, смотреть. И заметил, что первый нож-то я неправильно установил. То есть, правильная установка ножа, это нужно вот так вот. Узкая часть кверху. Это нижняя часть. Пока я там его крутил, вертел, искал, где у меня выбоина. Вот, то есть, вот эта узенькая часть должна быть наверх. Такая будет установка правильная. Так, ножи установил, все. Собираю все в необходимой последовательности. Закручиваем четыре болтика. Осталось еще только запрутить четыре болтика и растворителем помыть резиновые валики. Этого я еще тоже ни разу не делал. На них тоже смола налипает. Валики помыть. Протереть вот эти штака. И смазать силиконовой смазкой. Силиконовая смазка я постоянно брызгаю на стол, на сам, на гранит. И на штакан с резьбой. Ну и, конечно, в конце запустить. Показать, как работает. Так. Сейчас грузим. Смазка силиконовой, баллончики. Вот такая. Качается. Также ее брызгаю просто вот так на столе. Скользит все намного лучше. И фуганка на фуганке. На вот этом фуганке тоже стол постоянно им брызгаю. После него скольжение просто обалденное. кос Safari. Ну, пока. Академия. Ок. Проказ. Сейчас. Так, высота. Высота можно обрабатывать 50 миллиметров. Так, теперь нам нужно полную ролики резиновые, также растворителем. Хорошо отмывает. Хорошо отмывает. Так. Так они у нас получаются. Так. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...